Вот интересная тема, если говорить о том, с какого места нам начинать себя вытаскивать за волосы из того состояния, в котором мы сейчас находимся, очень интересно наблюдать за тем, как разные концепции по этому поводу сейчас конкурируют. Ну, например, есть такая концепция территориальных изменений, когда какие-нибудь регионы, не регионы, а какие-нибудь Пермская область какая-нибудь или Тульяновская область, говорят, вот мы будем у себя строить новую жизнь, и начинают что-то менять. Или, допустим, Томск, город 3.0, вот это такой креативный и высокотехнологичный и человекоориентированный город, в котором все будет способствовать тому, чтобы развитие шло семимильными шагами всей территории в целом. Или вот, например, концепция тройной спирали, про которую тоже уже много лет тут разговоры о том, что государственные интересы, интересы разного уровня бизнеса и интересы образования должны слиться в едином экстазе и вынести развитие территории на новой небывалой высоте. Очень забавно, что по большому счету никакой разницы между этими концепциями нет, потому что в любом случае какой-то один субъект должен сказать, я начинаю что-то менять. Ну и, собственно, удерживать логику этих изменений. Вот этим субъектом может быть любой институт, любая институция, полагающая себя в праве изменения делать. Завод, городская управа, администрация, ВУЗ, это совершенно не имеет значения. Если политическая воля внутри субъекта достаточно для того, чтобы решить, мы будем строить новую территорию таким образом, чтобы она была пригодна для жизни в новой экономике, эти изменения будут происходить. И очень интересно, что более всего пристало таким субъектом изменения быть как раз университету. потому что университет – это место, где производятся новые люди, ну, должны производиться. Это место, где не воспроизводятся какие-то традиционные поведения, традиционная экономика, а это место, где должны появляться должны появляться новые знания, должны появляться новые продукты, новые изобретения, новые производственные модели, новые организационные решения и так далее, и так далее. То есть, вот новое. Вот университет – это источник нового. Проверки этого нового, внедрение этого нового, использование в жизни, и главная, по идее, функция университета для территории – это производство вот этого самого нового в таком объеме экспериментальном, чтобы было достаточно, чтобы понять, что это успешные всякие разные ценности, и, с одной стороны, чтобы было достаточно, чтобы можно было этих людей дальше выпускать в городскую администрацию, в территориальную администрацию, в местные бизнеса, в бизнеса, которые имеют какие-то точки, зоны интересов на этой территории и так далее, и так далее. То есть, университет может перестать быть объектом эксплуатации старых бизнес-моделей и его окружения, может стать субъектом производства новых моделей взаимоотношений экономических, новой культуры экономической. Фактически стать субъектом изменения территорий, как это было в свое время в университетах времен Древней Греции или времен Французского университета. То бишь, университет становится центром компетенций вот этого завтрашнего дня, этого будущего, о котором мы все так много говорим. И разумеется, для того, чтобы университет стал таким субъектом, нужно совмещение нескольких факторов. Я уже сказал про политическую волю лидера этого университета. Есть еще две вещи. Это готовность вкладывать ресурсы в изменение людей, которые занимаются в университете, собственно, производством производственного процесса, то бишь, это преподаватели, профессора и так далее. И вторая вещь, это отказ от тех элементов производственного процесса, которые неэффективны. Это болезненная составляющая, и ее университеты делать готовы только на словах. Ну, потому что делать это на деле, это значит куча социальных конфликтов и политических конфликтов. Потому что нужно гнать устаревшую профессору. Нужно переучивать, ну, в общем, переучивать в очень жестком режиме. Переосначать технологически огромные кадровые запасы университетские. Нужно массово пересматривать учебные программы таким образом, чтобы не учить студентов всего множеству хлама знаний, который уже давно не актуален. А вместо этого, там, создавать новую учебную программу. Нужно втягивать в университетские орбиты местный бизнес. В том числе и на большие компании, у которых на этой территории, там, есть какие-то филиалы, подразделения, и, в общем-то, прямых, может быть, интересов нет. Это все функции университета, как субъекты изменения территорий. Мы можем обсуждать такие же функции и рассматривать в качестве этого субъекта завод или городскую администрацию, власть. Но я еще раз повторюсь, для университета это самое логичное развитие позиций. Потому что здесь, с одной стороны, достаточно свободы для того, чтобы экспериментировать, а с другой стороны, достаточно лояльности ресурсной у государства и у бизнеса. Ну, все еще достаточно. И это окно возможностей, оно закрывается для университетов сейчас очень быстро. Еще год-два, и экономика окончательно плюнет на это, государство окончательно плюнет на это, и университеты станут обычными ПТУ, занимающимися производством очень узкого профиля специалистов. А вот эта вот позиция субъекта изменения окончательно уйдет в сторону корпоративных университетов, которые сейчас переживают свой второй расцвет. Ну, надо понимать, что мы с интересом наблюдаем за развитием этих событий, и мы, конечно, с удовольствием вкладываемся в те проекты, которые служат вот этой вот, развитию этой позиции, позиции субъекта изменений для университетов. Нам это интересно. Продолжение следует...